Всем здравствуйте! С вами на связи Елене и вы в моей рубрике о таро про своими словами. Сегодня речь пойдет косвенно о таро, не совсем напрямую, но все равно это имеет какое-то определенное отношение. Ответить я хочу на вопрос Елены Яворской, с которой мы разговаривали сегодня в инстаграме. Вы это будете видеть в записи, поэтому могут пройти несколько дней. О чем шла речь, небольшая предыстория, для того, чтобы вам понятнее был тот вопрос, который задала мне Елена. Речь шла о том, что, если вы не подписаны в инстаграм, на мой инстаграм я говорила о том, что недавно, поскольку я не ем вообще макароны уже последние 5-6 лет, не знаю сколько. Вот, недавно у одной из фитоняшек, я не помню, либо это была Мария Соколова, либо я, по-моему, у Айза видела, о том, что есть макароны, которые сделаны из чечевичной муки, либо из гороховой, по-моему, да. Если я не ошибаюсь, я не знала существования таких макарон. Вот и пошла я, значит, супер и купила их. И в инстаграме я рассказывала, что именно вот это действие, то есть Вселенная мне преподнесла такой урок, который сказала, значит, следующее, что до тех пор, пока ты не будешь наполнен чем-то новым, ты новые возможности не будешь замечать. То есть изначально это должно родиться внутри тебя, и только после этого ты сможешь заметить что-то новое, новые возможности вовне. И здесь речь шла, как раз-то я еще помню, говорила про отношения, особенно для тех, кто ищет новые отношения. То есть до тех пор, пока у вас не будет тех качеств, наработанных тех состояний, которые вы хотели бы видеть именно в мужчине, то есть не самого мужчину мы представляем, а именно те качества, которые хотели бы ощущать рядом с ним. До тех пор, пока у вас этого не будет, вы не сможете притянуть либо мужчину, либо тех людей с аналогичными качествами, которые бы вы хотели. И вот на основе этой истории мне, значит, Елена написала в директ на инстаграме, мы с ней немножко побеседовали, и я ей порекомендовала, чтобы она записала мне вопрос. Вот здесь вот сообщество, я на него ответила в видеоформате. Почему? Потому что многие вещи, когда ты пишешь, они не совсем понятны. Ну, по крайней мере, я такой человек, мне сложно понимать, либо долго писать, рассказывать через текст. Мне легче и проще рассказать теоретически, ну, голосом, да, поэтому я и записываю ролики. Итак, а теперь вопрос, да, то есть предыстория понятна. Вопрос, какими инструментами воспользоваться, чтобы новое в нас стало осозненнее, и мы смогли увидеть новые возможности в жизни? То есть, как ты можешь увидеть в себе это новое, если его в тебе нет, да? То есть, кажется, достаточно запутанное. Вот, и дальше она поясняет, то есть, пока мы лично с новым не встретимся, мы не осознаем, что оно есть. То есть, пока ты не встретишься, например, нового человека, в котором есть те качества, которых у тебя нет, ты не поймешь, что это новое. То есть, а вы, Елене, говорите наоборот, то есть, сначала это новое должно в тебе родиться, и только после этого ты замечаешь, да? Например, как в случае с макаронами. То есть, я понятия не имела, что есть, оказывается, макароны, которые сделаны из чечевичной муки, пока я где-то это не увидела. И когда я пошла в супермаркет, я была очень удивлена, потому что рядом с теми макаронами, которые покупаю я, рядышком стояли и те макароны, которые были сделаны из этой муки. И я в упор их не видела. То есть, они не где-то другой отдел, либо другая полка. Это все на одной полке. То есть, я проходила мимо, и я не замечала. И мы по жизни так идем. То есть, то, чем мы не наполнены, мы это не замечаем. То есть, то, чего в нас нет, мы это не замечаем. Во мне не было информации о том, что есть макароны такого вида, и я их не замечала. Вот про это все и говорится сейчас вопрос. На что я ответила Елене, да? То есть, то, что она говорила. Пока мы не встретимся с новым, вовне, да? Как я пойму, что это новое есть во мне? И я ей как раз и ответила, что не совсем так. То есть, сначала новое рождается в нас, и потом мы его замечаем вовне. И дальше Елена привела более понятный пример, да? Который, может быть, и относится и к Таро даже. И вот, и на его основе давайте я вам попробую всю эту гипотезу рассказать. Итак, более понятный пример. Когда тебе Тарола говорит, вы узко смотрите на ситуацию, а я не пойму, как я должна расширять свой кругозор. Ну, то есть, я понимаю, да, что, может быть, надо посмотреть как-то по-другому, а как по-другому? Я не знаю, меня не научили, я не знаю. И дальше она пишет, какими инструментами воспользоваться, когда ты понимаешь, что делаешь неправильно что-то, например, а как правильно еще не знаешь, да? То есть, вот это именно из той категории. То есть, вот именно правильно я не знаю, потому что его нет во мне, как это правильно, да, либо это новое в себе возродить, либо проработать. И вот я и отвечаю здесь в письменном виде, дальше я продолжу устно. То есть, ключевое слово «поиск». Кто ищет, неважно каким образом, тот найдет. То есть, если ищете любые способы расширения сознания, вы даете команду своему мозгу на этот поиск. Он ищет и передает вам разные варианты. И вы выбираете. В процессе выбора обучаете мозг, что есть новое, а что уже знаете. И этот поиск у вас не случайный. Внутри нас есть программа, которая через желание вами движет. И вот это вот последнее предложение я хочу вам пояснить. На самом деле, как мы замечаем что-то новое? Это моя гипотеза, да? То есть, до тех пор, пока я ее себе могу доказать, да? То есть, вам как-то подтверждение этого я не могу дать. То есть, здесь должна быть проведена индивидуальная работа каждого. То есть, моя гипотеза, она говорит о том, что внутри каждого человека, да? Опять-таки, для понимания нашего ума, вот эти все образы, именно для понимания нашего ума, вот здесь вот где-то в районе чуть выше солнечного сплетения и ниже сердца чакры, да? Чакровой сердечной чакры. Как мы говорим, где-то вот в этой области, внутри нас, живет душа. Это моя такая гипотеза. Именно там примерно она живет душа. Значит, в момент нашего рождения в нас уже заложены все программы, абсолютно все данные исходные, которые нам необходимы на это воплощение и вообще на все последующие воплощения. То есть, я уже где-то говорила о том, что с момента вообще создания нашей души, особенно когда мы еще были только одноклеточными существами, да, уже прописана вот эта вот вся программа того, как мы будем развиваться, сколько воплощений у нас будет, в какой род вид или под вид мы будем перерождаться, да? То есть, из одноклеточной во что мы переродимся. То есть, не обязательно нам пройти цикл души, например, именно по всем животным, да, формам, либо по всем растительным. То есть, это уже прописано. То есть, основные такие моменты, они уже прописаны. И вот это вот в нашем воплощении, наши программы того, как мы должны развиваться, они уже прописаны. Каким образом мы понимаем, что нам нужно двигаться дальше, да? То есть, если, допустим, окей, мы привыкли, да, и мы смотрим, мыслим очень узко, узконаправлено, то есть одно и то же, одно и то же. Как нам понять, да, как нам вот это вот новое включить в себе? И вот это вот новое у нас как раз-таки включается через наши собственные желания. Во-первых, это как раз-таки вот то, что я говорила, прописано. Опять-таки прописано, я не знаю, как вам по-другому объяснить, но вот это вот внутреннее ощущение, да, то есть это не какая-то конкретная точка, что вот можно указать и сказать, что вот здесь вот живёт душа. Нет, но вот это вот ощущение, оно идёт примерно оттуда, откуда я вам описывала вот это вот желание, да? То, что говорили на Востоке, что, в принципе, желание, да, греховное. И вот до тех пор, пока у человека есть желание, он не может выйти из колеса сансары. Вот это вот желание, оно и запускает в нас дальнейшее наше движение. То есть именно через желание. Поэтому очень важно, особенно в Аркане Пиратрице, я про это говорила, когда у человека есть желание обращать на них внимание, они не случайно появляются. То есть если вы чего-то хотите, допустим, что-то себе приобрести, вопрос не в конечном результате, чтобы это получить, а вопрос в том, что вот в этом процессе, пока вы пойдёте будете приобретать ту или иную вещь, пока вы дойдёте до результата, вы проходите некий такой процесс. Именно в этом процессе становления, в этом процессе у вас происходит становление себя. То есть, допустим, вы что-то хотите купить, что-то хотите себе приобрести, и у вас не получается. И вы понимаете, что вам нужно где-то преодолеть свой страх, пойти, допустим, на какую-то работу, зарабатывать больше, там отстаивать свои права, доказывать свою точку зрения, для того, чтобы получить эти деньги, в конечном итоге пойти и купить то, что вы хотите. То есть по факту здесь что получается? Через желание вы познаёте себя, вы преодолеваете себя, вы отшлифовываете какие-то свои качества, вы вырабатываете те или иные навыки. Опять-таки, что касается нового, почему я сказала именно про поиск, и что неважно каким образом, вот это вот как раз-таки у нас появляется желание. Таролог сказал, вы узко мыслите, начните мыслить более шире. То есть он дал вам какое-то направление, что вам нужно посмотреть на эту ситуацию по-другому. Вы не знаете, и вы начинаете поиск. То есть вот желание здесь, какое у вас появилось? Я хочу посмотреть на ситуацию под другим углом. Я умею вот так. И есть ещё куча вариантов, которых я не знаю. И вот моя задача, вот эти вот куча вариантов, начать исследовать. Не важно по порядку, не важно как, самостоятельно, с помощью кого-то. Это не имеет значения. Почему? Потому что, что бы вы не выбрали, то есть вы даёте команду в данный момент своему мозгу, сфокусировався на поиск нового. Дальше что вы делаете? Вы будете просто, вам очень важно быть внимательным. Вот это вот самый такой основной момент, который мы забываем. То есть мы дали команду мозгу, наш мозг обязательно выполнит эту команду. Второй вопрос, что мы это не замечаем. Почему? Потому что мы не держим фокус внимания на то, что мы хотим. Допустим, мы себе где-то на заднем месте вот здесь вот оставили, отложила и в сторонку о том, что я теперь буду замечать что-то новое. И вот мы периодически должны к этому возвращаться. То есть мозг обязательно найдёт что-то новое. Прошёл день, в конце дня, что по-новому как-то я сегодня подумала, что-то произошло. Вам нужно это отслеживать. Вам нужно приучать себя отслеживать это новое. Допустим, вот если я пошла вот в этот опять супермаркет, да, и просто бы взяла эти макароны и не обратила бы на это никакое внимание. Ну, купила-купила то, что я хотела, я нашла, да. Откуда у меня появилось это желание? Всё равно я макароны не ем, да. Но где-то внутри меня появилось желание то, что, а, нужно попробовать, да, что это за мука, да. То есть это не манка, либо не какая-то крупа, да, а это, например, из гороха. Давай я это попробую. Это уже само по себе новое. Это то, к чему я не привыкла. Что я делаю? Я иду, а это покупаю. В принципе, я могла бы на это не обратить внимания. Но я обратила внимание, почему? А почему, я задала себе вопрос, почему я раньше это здесь не замечала? То есть там 10 сантиметров разница. Почему? Потому что этого во мне не было. А с того момента, как я себе дала команду найти что-то новое, меня, во-первых, первое, да, я в инстаграме нашла человека, который ест какую-то другую еду, не похожую на мою. То есть я это заметила. Как я это заметила? Я, во-первых, была внимательна, а во-вторых, я дала команду, я помнила. То есть здесь ключевое слово. Когда мы что-то хотим, опять-таки желание, желание нами движет, желание помогает нам развиваться. Мы не развиваемся просто так. Без желания никто не развивается. Не то, что я хочу. Желание – это не про то, что я хочу развиваться, и почему я не развиваюсь. Нет. А вот когда ты задаешь команду, я хочу развиваться, и дальше наблюдаешь. Дальше к тебе приходит информация, да. Один человек говорит, а я вот так развиваюсь. А вы сопоставляете, да, потому что вы держите предложение вот это, я хочу развиваться. Вы о нем постоянно помните, вы о нем постоянно думаете. То есть вы держите фокус внимания на этом. То, на чем мы держим фокус внимания, мы это притягиваем. Потому что оно является нашим магнитом. То есть, допустим, если вы голодны, и вы хотите есть, вы об этом думаете, вы не можете думать о чем-то другом. Либо у вас есть какая-то физиологическая потребность, элементарно сходи в туалет. Вам в любви будет признаваться, вам будет пофигу. Почему? Потому что у вас желание, где бы найти этот туалет? На улице. У меня есть нужда. Вот это вот примерно точно так же, когда вы держите фокус внимания на том, что вы хотите в данном случае. Как я могу расширить свое сознание? Как я могу на эту ситуацию посмотреть по-другому? Вы об этом думаете. И у вас случаются какие-то ситуации. А ситуации случаются 100%. Ваша задача их заметить. Как их заметить? Случилось что-то? Не важно что. Вы проанализируете. Проанализируйте эту ситуацию, задайте себе вопрос. Вот то, что случилось. Какое это имеет отношение к тому, о чем я сейчас думаю? Ну, в контексте того, что я ищу новые пути, выходы, да? Я хочу развиваться. Я хочу смотреть намного шире на ситуацию. Надо себе задавать вопросы. То есть здесь, по сути, получается, что вы не являетесь человеком, знаете, вот как роботом, который просто совершает одни и те же действия в течение дня. А вы управляете, потому что вы задаете себе вопросы. Держим фокус внимания на новом. Каждый этап, я не знаю, раз в день, перед сном, либо утром проснулись. Сегодня я настроен на волну что-то новое узнать. И вы можете об этом забыть. Но перед сном обязательно задайте себе вопрос, что новое я сегодня получила, если у вас такая задача. И вспоминайте, вот здесь я разговаривала с этим человеком. Он мне сказал, вот это, вот это. Было ли там что-то новое? Нет, вроде бы не было. Хорошо, следующий момент. Я, допустим, пошел в магазин. Было ли что-то новое? Да, было новое. Почему? Потому что я поехала другой дорогой. Понимаете? Если вы не будете держать фокус внимания на это, вы просто пропускаете. Почему? Потому что живете на автомате. Вы не обращаете на это внимание. Здесь ключевое слово – это внимание. Фокусировка и внимание. И что я имею в виду, когда мы говорим вообще, когда расширяем сознание? Это когда у нас в жизни вот этого нового становится много. А оно не становится неожиданно. То есть сегодня я мыслю узко, а завтра я буду мыслить широко. Нет. Это точно так же, как, допустим, вы ставите себе цель стать начитанным человеком. Сегодня вы прочитали одну книгу, завтра вы прочитали вторую книгу. Вы же не будете говорить, после второй книги, ой, я стал начитанным. Нет. Но проходит год, и вы каждый день продолжаете делать одни и те же действия, то есть читать книги. И к концу года вы видите, что вы, оказывается, прочитали 170 книг. И вы думаете, ого, вот это много. Стал ли я начитание? Я не знаю. Но, по крайней мере, я узнал из этих всех книг 170 новизны, да, новых каких-то идей. Из каждой книги что-то по-новому. И это процесс. Это не то, что, знаете, как оно поступательно идет, да, крупинка к крупинке подходит. Но задача именно быть наблюдательным. Мы в течение дня упускаем почти всю свою жизнь, потому что мы действуем на автоматизмах. Так устроен наш мозг. И если мы, вот осознанность, она заключает в том, чтобы возвыситься над этим автоматизмом. Мы его не можем поменять, да, но мы можем наблюдать за собой. И вот эти вот наблюдения, они помогают нам смотреть на жизнь иначе. То есть, если вы ставите задачу, я хочу посмотреть по другим углам. Допустим, на какую-то ситуацию. Вы говорите, я умею пока ее анализировать. А как вообще люди смотрят на ситуацию по другим углам? То есть, у вас опять-таки появилось желание. Что вы делаете? Я, например, забиваю в интернет, да, в гугле, гуглю, как люди смотрят на ситуацию. И попадаю, допустим, на статью, как великие люди смотрели на ситуацию по другим углам. Как известные математики решали свои задачи. Как правило, многие из них гуляли по улице и через образы сопоставляя, например, смотрят, как муравей тащит свое какое-то бревнышко в свой муравейник, да, то есть, наблюдая за этим процессом, они сопоставлялись с той задачей, которую им нужно было, допустим, решить. И они представляли, хорошо, если моя проблема, это вот этот вот бревнышко, который тащит муравей. Что он делает? Почему у него получается дотащить тяжесть, ну, предмет более тяжелее, чем он сам, своего собственного веса, и при этом получить результат? И он начинает сопоставлять. Это есть решение, другое решение задачи, да, по другим углам. Есть люди, которые, например, как я очень люблю через метафору, особенно когда я работала в коучинге, я очень любила задавать такие открытые вопросы через метафоры, через образы, через них люди вообще решают прекрасно свои задачи, когда ты не варишься в этом соку, например, мы говорим, вот какая твоя самая любимая сказка? Например, красная шапочка, прекрасно, в красной шапочке ты кто? Я, например, волк, хорошо, у тебя сейчас в жизни что происходит? Допустим, у человека какая-то сложная, трудная ситуация. Вот если бы ты был волком в этой красной шапочке, и тебе нужно было решить аналогичную задачу, как бы ты, как сказочный герой, ее решил? Человек начинает придумать какие-то фантастические решения, потому что это все-таки сказка, а потом их переносим на реальность. Вот это тоже другой взгляд на ситуацию. И их может быть куча. Но я бы этого не знала, если бы я не совершила какие-то действия, если бы я не загуглила. То есть когда ты сидишь и ждешь, что тебе что-то придет, тебе это никогда не придет. Нужно совершать какие-то действия. А для того, чтобы их совершить, нас мотивирует наше желание. То есть заставляет нас поднять свою попу и что-то делать. Конечно же, многие могут спросить, а как понять, где иллюзорное желание, а где мое собственное желание? Вот, по-моему, что такое опять-таки в Инстаграме я писала? Как понять, это твое желание, либо не твое желание? Я опять-таки понимаю через ощущения. То есть вот здесь вот в области сердца, через ощущения я себе задаю вопрос. Окей, я, допустим, что-то хочу. Я представляю, что я это уже получила. Что будет тогда? Насколько я себя буду классно чувствовать? Нужно ли мне это? Допустим, рассталась с человеком, и вот тебя постоянно к нему тянет, и ты о нем думаешь, и вот у тебя такое ощущение, что это вот какая-то зависимость, привязанность, ты не можешь двигаться. Я себе задаю, допустим, вопрос. Окей, ты этого хочешь. Предположим, что ты совершила всевозможные действия, ты это получил, и этот человек уже пришел в твою жизнь. Вот ты с ним живешь, и вы живете 5 лет, 10 лет, и ты с ним просыпаешься, и у вас с ним общий быт. Насколько тебе это нравится? И поверьте мне, во многих моментах я прихожу к тому, что, блин, а я и не хочу. То есть я как будто бы сразу начинаю замечать недостатки этого человека. То есть когда ты встречаешься с человеком, и тебе хорошо и прекрасно, а тут я представляю, что я живу с этим человеком, и я вижу эти недостатки постоянно, и я понимаю, что нет, я не хочу этого, мне это не нравится. И так я понимаю, что это не совсем мое желание, тогда почему меня тянет? Потому что, и ты начинаешь разбираться в этом вопросе, потому что есть, допустим, такое убеждение, что человек без отношений, это вообще никто, он нереализованный, то есть у женщины всегда должно быть отношения, она не может быть счастлива без отношений, и так далее, и так далее. Ты понимаешь, что нет, блин, это не мое. Я не хочу, допустим, сейчас отношения, мне хорошо, и я одно, и почему я должна ради кого-то что-то иметь? Вот я понимаю, что не мое. Когда мое, оно должно как-то наполнять, должно быть вот это вот ощущение, что мне хорошо, это мне в кайф. Опять-таки вопрос, предположим, что я через 5 лет занимаюсь Таро, насколько мне это нравится, да, и у меня сразу, если это мое, у меня сразу возникает вот это вот ощущение, да, что я начинаю развиваться, я уже провожу какие-то там лекции, я уже что, я начинаю мыслить, и я понимаю, что у меня идет мыслительный процесс, идеи рождаются, да, я воодушевляюсь, я понимаю, что это мое, да, то есть через ощущение, через задавание себя вопросов, у меня это так работает. Мне кажется, я две темы затронула сегодня, вот, и в итоге то, что опять-таки еще одна беседа была на ту же самую тему сегодня, да, это касательно отношений, допустим, предположим, мы говорим Элене, что я хочу отношений, да, и исходя из моей гипотезы, опять-таки, если ты в себе это не взрастешь, если ты не взрастишь, если ты в себе что-то, то, чем мы наполнены, мы это и замечаем, да, и исходя из этой гипотезы, получается, что я не замечу того человека, для серьезных отношений, если этого нет во мне, как это работает, я для себя определяю, не какими качествами обязательно человек должен вам продавать, а что я хочу ощущать рядом с этим человеком, никогда не визуализирую внешне, никогда не визуализирую, не представляю, что вот он там умный, красивый, это чушь собачья, почему? Потому что тем самым ты ограничиваешь свои собственные возможности, я лишь указываю Вселенной, какие состояния я хочу ощущать рядом с человеком, все остальное она подберет в идеале то, что нужно мне, потому что когда я заказываю что-то конкретное, да, любая конкретика, это уже некая форма, а форма это всегда ограничение, то есть круг, он может быть только кругом, он может быть квадратом, либо треугольником, откуда я знаю, я хочу круг, либо я хочу треугольник, но я четко понимаю, что я хочу некую такую форму, то есть я хочу некую такую стабильность, что делаю я в данном случае, я просто себе отмечаю, а какие состояния я хотела бы ощущать рядом с человеком, первое, всегда взаимность, второе, честность, то есть это не опять-таки не про качество, я хочу ощущать себя спокойно, я хочу, чтобы у меня были взаимные чувства, и я не говорю о любви, уважение, это может быть обязательно чувство защищенности, вот для меня это стало важно, если бы, допустим, мне было там лет пять назад, я бы сказала, да какая защищенность, она нафиг мне не нужна, сейчас она мне нужна, да, то есть вот я вот эти вот состояния для себя отмечаю, и я понимаю, если я этого хочу в другом человеке, значит в себе я этого пока не замечаю, не то, что этого нет во мне, я пока этих качеств еще не наработала в себе, они, знаете, как зерна посеяны, из них еще пока ничего не выросло, надо за ними ухаживать, надо, чтобы они проросли и дали свои семена, и только тогда я смогу протянуть того человека, даже его и притягивать не надо, он сам придет по созвучию, почему, потому что если я в себе выработаю вот это вот состояние заботливости, о себе в первую очередь, о людях, которые находятся вокруг меня, это то, что мы говорим, да, то, что ты хочешь иметь, сначала это отдай, да, а потом ты это будешь получать, вот в данном случае, опять-таки, чтобы отдать, мы отдаем всегда из состояния изобилия, никогда из дефицита, поэтому в себе надо взрослить, я должна научиться заботиться о себе, я должна научить чувствовать себя, ощущать безопасность, и только после этого, когда я взращу в себе, я смогу это отдавать другим людям, а если я уже отдаю, я нахожусь в изобилии, то я смогу замечать эти качества в других людях, сейчас я не замечаю заботу, потому что я не знаю, что это, этого нет во мне, я не могу заметить то, чего нет во мне, я знаю это слово, но состояние такого я не знаю, я не знаю, как это, когда обо мне кто-то заботится, либо я о себе заботюсь в первую очередь, я не знаю, как это, и вот тогда вот эти качества, да, то есть я в себе взращиваю, я их замечаю, я их ощущаю, состояние, то есть если мне сказать, допустим, что такое радость, я знаю это состояние, я заботу, я не знаю, И вот когда я это узнаю, только тогда я смогу заметить человека из толпы, который будет излучать, фонить этими состояниями. Каким образом? Энергетически. Так как я считываю вас, так я смогу считать этого человека. А если я смогу его считать, чтобы его считать, это должно быть во мне. То есть, когда мы говорим, например, красный цвет, если я не знаю, как выглядит красный цвет, я буду проходить мимо толпы, я не буду это замечать. Это и есть иллюзия. Реальность, да, то, что мы говорили, что реально, что иллюзорно. Реальность в данном случае с макаронами, опять-таки, то, что я говорила в инстаграме, реальность заключалась в том, что макароны, они были на этой полке. Иллюзия – это мой мир. В этом моем мире не было таких макарон, поэтому я проходила их и не замечала. Точно так же, вот услышьте меня про отношения. Мы говорим, нету в мире мужчин, которые были бы свободны, которые бы хотели брака и так далее, и так далее. Это иллюзия. Это наша с вами иллюзия. В мире есть такие мужчины, а мы их не замечаем. Почему? Потому что их нету в нашем мире. Потому что в нашем мире нет такого убеждения, нет таких мыслей, нет таких состояний. И чтобы это появилось, вот то, что мы говорим, материализация. Сначала это должно быть в нас. Сначала мы это должны ощутить, мы должны поверить. Это, допустим, как вкус шоколада. Если ты никогда шоколад не ел, тебе будут говорить, ты не поймешь. И ты не будешь верить, что он существует. Так же, как мы когда-то говорили о том, что, допустим, земля, она плоская, либо она круглая. Не важно. Пока ты это не увидел, где-то из космоса фотографии, ты не понял, у тебя нет этой информации. Значит, а как эту информацию, опять-таки возвращаемся к самому началу, как эту новизну получать через желание, через то, что мы ставим в цель. Я хочу, если даже мы не знаем конкретно, что, я хочу каждый день изучать что-то новое. Как я пойму, что это новое? Не имеет отношения. Ты поставил это цель. Утром просыпаешься, прожил день. В конце дня, да, то есть, если ты не отметил. В конце дня перед сном в расслабленном состоянии мы задаем, что-то новое я сегодня изучал, для этого мне нужно пересмотреть весь день. И мы говорим, вот в этой ситуации было что-то новое? Как ты понимаешь, это новое или нет? Ну, если тебе все понятно, все известно, значит, это уже старое. Потому что новое, оно выделится, да, ты это заметишь, оно яркое. Здесь было что-то новое? Нет. А здесь было что-то новое. Вообще, как вы понимаете, что это новое? Например, вы встречаете человека, и 100% вы не обращаете на него внимания, тем более, если вы его знаете очень давно. Я не обращаюсь, если задать вопрос, какой цвет глаз у него, либо какая форма бровей. Вы нифига не запомните, да. Даже это люди, с которыми встречаюсь каждый день. Почему? Потому что мы невнимательны. Мы на автомате. Вот больше внимательности, да, если так можно сказать, желание, внимательность, фокус, наблюдение. Вот это вот все, это те качества, которые нужно в себе нарабатывать, для того, чтобы наша жизнь не сменилась. Вот такая вот информация была сегодня. Не знаю, насколько она вас удовлетворит или нет, потому что чем больше я работаю с людьми, вот это вот ощущение, да, Сократа, чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я нифига не знаю. Вот у меня вот оно очень ярко выражено, да. Чем больше я вкладываюсь, тем больше я понимаю, что это никому не нужно. Не то, чтобы никому не нужно, а это нужно избранным. Это нужно очень малому количеству людей. И у меня тому есть очень много подтверждений того, что когда я действительно вкладываюсь от души по-настоящему, и я очень хочу, чтобы получили результат, этого видят очень малое количество людей. Я не знаю, с чем это связано. Прям вот просмотры прям единичные. А когда я говорю вот прям вот такие вот бытовые вещи, которые могут и другие люди сказать, да, вот на них прям очень много просмотров. И у меня возникает, знаете, если честно, у меня возникает такое вот ощущение, что есть вещи, которые люди, из того, что я говорю, люди просто не должны знать, да. То есть, допустим, выгоднее быть в системе. Быть не то, чтобы пробужденной, пробужденность, я не верю, что есть люди пробужденные на нашей планете. Вот. Но люди, которые стремятся выйти, да, из системы, выйти, опять-таки, почему я говорю именно стремятся, а не выходят, потому что выйти полностью невозможно. Но хоть как-то постараться понять, осознать, как это все работает, да, вот таких людей очень мало на самом деле. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что сейчас люди будут говорить, да нет, Элени, вот мы есть. На самом деле, когда я начинаю с этими людьми говорить, и начинаю задавать простые вопросы, то я понимаю, что, блин, и половина из этих вопросов не было задано, да, самому себя. Как ты хочешь выйти из системы, если ты не задаешь вот такие вот элементарные вопросы. То есть, по сути, мы создаем вот эту вот бурную деятельность того, что мы хотим что-то знать. А на самом деле для этого ничего не делаем. Мы не совершаем какие-то действия, мы не ищем, мы не стараемся, мы не пробуем. Мы живем на автомате. Я этому могу найти объяснение. Почему и как так происходит? Ну, не факт. Я просто хочу сказать, что вот у меня просто возникали вот такие вот вопросы о том, что то, что действительно ценно, опять-таки чисто субъективно, да, то, что есть информация, да, которая, может быть, иногда у меня так проскальзывает через фильтры, которые, возможно, я не должна была давать, да, потому что люди не готовы. Ее и незаметно, ее могут и единицы только услышать, да. Как правило, каждый слышит то, что мы опять говорили сегодня ранее, то, чем мы наполнены, да. Если мы наполнены каким-то ограниченными понятиями, да, мы это и слышим. Если мы не привыкли расширять свое сознание через то, чтобы какие-то новые идеи в своей голове искать, да, какой-то вот поиск, задавать себе вопросы, которые... Невозможно найти ответы, да, такие в контексте именно философской того, что есть жизнь, да, кто я на самом деле, да, не по книжкам, там нашел, там сказали, так, и я в это верю, выше я, нише я и так далее. Не, я не про эту фигню. Я про то, что вы действительно сами сели, подумали, размыслили, проанализировали. Вот это вот на самом деле самое ценное, потому что все женчужины, они вскрываются у вас. И ключ к этим женчужинам внутри каждого человека именно вот в этой области. Вот если вы сюда сможете погрузиться, и здесь сможете найти инсайты, инсайты здесь рождаются, не в голове, то вы очень многое сможете понять об этой жизни, но для этого нужно захотеть, и нужно очень много времени этому уделять. И вот этого действительно стоит. Но опять-таки это мое субъективное мнение, да, у кого-то может быть какие-то другие ценности. Вот над этим, на этом, на этой волне, на этой ноте я сегодня заканчиваю. Благодарю Елену за идею и за то, что эта рубрика есть. Я не знаю, сколько она будет существовать, сколько будут существовать ваши вопросы. Как завершаться ваши вопросы, завершится эта рубрика. Если вы хотите продолжения, пишите вопросы. Они пускай могут быть даже не о Таро, а какие-то такие философские, либо какие-то ваши понятия. Если хотите спросить мою точку зрения, чисто субъективно, я могу вам рассказать. Совет дать нет, но рассказать свой взгляд с огромным удовольствием могу поделиться. Поэтому пишите. Нет запроса, нет и результата. Прощаюсь с вами. Пока-пока.